и доставляемая была за 600 циклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хатейским и царям арамейским. Аминь. Спасибо. Спасибо, Таня. Мы, естественно, читаем царь Соломония и всякие его хвала и славы и так далее. А помните, как Бог обещал дать Давиду сын, и Бог сказал ему, что тот сын будет и мой сын, и у него будет вечное царствие. Откроем Новый Завет о рождении Иисуса, написано, что тот сын Давида – это Иисус. Но это тоже как-то получается, что тот сын Давида буквальным образом был и тот же Соломон. И так можно сказать, что царь Соломон был какой-то прообразом Иисуса Христа. Он был какой-то прототип. И его царствие является тогда какой-то прообразом царствия Иисусе, который будет основан здесь на земле, когда Иисус придет. И так, в одном плане мы сможем все прочитать, поэтому Соломония понимает, что он является прототип Иисусе. Но тоже как-то более по-человечески, более по фактам, перечитая Соломония, мы читаем, что он, конечно, начинал хорошо, так хотел, вот, служить Богу, спросил за мудрости, не за богатство и так далее. А через время написано в 11 главе, что из-за его многих жен он, в конце концов, отошел от Бога. И он писал книгу «Экклезиаст», где он как-то жаловал, что, ну ладно, наверное, Бог есть, но в силу жизни вообще без значительности. И, видимо, у него не было веры в том, что он будет жить вечно во Царстве Божьем. То есть, в конце концов, он закончился очень трагичным, далеко от Бога, потерял свою веру и духовность. Но это все-таки начиналось, по-моему, в его жизни, ну прямо сейчас, когда он начинал царствовать. Всегда есть какой-то намек об этом, потому что написано, например, что у него много жен был, даже тысяча, из разных стран, они не верующих. И это все-таки начиналось даже в мудрости. Хотя у него было столько мудрости. И тот мудрость от Бога. Получается тогда, что факт того, что у человека есть мудрость, есть истина, есть правда, есть истинное понимание Бога, это необязательно значит, что человек тогда на личном масштабе с Богом. Потому что у Соломонов всякие истины, всякие правды, всякие права на понимание, и все равно он как-то далека станет от Бога. И факт того, что мы как-то познали Бога, это не гарант, что мы будем, в конце концов, во Царстве Божьем. Потому что то, что Бог хочет, самое главное, это сердце человека. И, видимо, сердце Соломона было далеко от Бога. Не только из-за своих жен, тысячи жен, это фактически хронический эгоизм, скажем так. Видимо, у него не было никакого отношения с этими женщинами, это, видимо. Ну, тысяча, написано так, что у него было тысяча. Есть только 365 дней в год, правильно? Можете чуть-чуть калкулировать, свою математику делать. Это, видимо, что это без никакого отношения с этими женщинами. Итак, тоже написано здесь, что у него было столько золота. Столько раз в этом главе мы читаем, что столько золота. И обратите особое внимание на 14 стихе. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. Это единственный раз в Библии, где мы встречаем тот цифр, 666, кроме того, что написано в Откровении, что это фактически цифра звера, то значит, что его царствие в одном плане было какое-то прообразом, царствие Божие, но и тоже получается это совсем по-человечески. И даже когда мы читаем там в Откровении о царстве Вавилона, что это полное золото и серебра и так далее, это очень похоже на то, что здесь написано в Соломоне. Получается тогда, что в царстве Соломона и тоже, видимо, по фактам, по-человечески, это было какое-то, ну, очень плотское. Духовности, кажется, здесь нету, хотя поверхности все отлично, все какой-то прообразом в царстве Иисуса на будущем. Вот. Но факт того, что он получал, он получал 660 талантов золотых каждый год, зачем это написано? Разве это не намек о том, что здесь не все хорошо, здесь кое-что не то? И дальше написано, что у него было столько лошадь, но кони, колесницы, тысяча-тысяча такие. Я хотел прочитать Второй Закон, 17 главу, где Бог в своей мудрости предвидел, предвидел, что у Израиля был бы цар. Хотя Бог сам это не хотел, но Он предвидел, что они хотели бы такой цар. И, ладно, Бог сказал, ну, хорошо, когда у вас будет цар, он должен быть такой. Я читаю, Второй Закон, 17, я начинаю 15 стих. «То поставь над собою царя, которого изберут Господь, Бог твой, и среди братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брать тебе. Только чтобы он не умножал себе коней, и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь с болью путем с ним, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себе список закона с его книги, находящихся у священника в левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сие. Итак, тех слов, о том, что мы как раз прочитали, о том, что нельзя для царя Злаильева умножать коней, умножать серебра, золото и так далее, Соломон должен, как царь Злаильева, писать и переписать, и об этом подумать. Написано, пусть он читает его во все дни жизни своей. И Соломон сделал фактически прямо наоборот, прямо наоборот, на то, что там написано, потому что здесь мы читаем, в Третьей книге Царств, 10-е, как он абсолютно все сделал напротив. Он умножал жен, он умножал коней, серебра, золото. Тем более написано, что нельзя особо брать коней из Египта. Здесь Третья книга Царств, 10-я глава, 29-я, то есть последний стих написано, колесница из Египта получаема и доставляема было за 600 сетей серебра, а конь за 150. Таким же образом, они руками своими доставляли все это царям Этейским и царям Аримейским, то есть 28-й. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Куви. Получается тогда, что Соломон сделал прямо наоборот то, что написано в законе Божьем. Хотя, кажется, он это сам читал и если он был бы послушный царь, он это писал сам, переписал бы, вспоминал бы, размышлал об этом и сделал абсолютно наоборот, на разрез, на то, что он сам писал. Получается тогда, что это наша колность, это часть человеческой природы, что мы сможем прекрасно знать и делать абсолютно, точно, наоборот. Это, к сожалению, часть нашей природы. Мы, наверное, считаем, что нет, я довольно логичный, разумный человек. Я вижу красный свет, я не хожу. Мне надо пересекать дорогу, я смотрю направо, налево и только если машин нету, я хожу. Ну, по духовному, в духовном сфере, в духовном плане мы далека не такие. Мы вообще дураков. Мы видим то, что нельзя делать и поскольку мы знаем, что это нельзя делать, мы хотим именно это делать. Мы это видим особо с детьми и мы тоже самое. Ставишь какой-то барьер, ставишь какой-то новый закон, что за ту линию нельзя, вот, и мы именно хотим, именно туда. Адам и Ева в Элянском саде сможете кушать все, то, что вам угодно, кроме этого, ну, плод, кроме этого дерева. А именно тогда тот дерево стал очень привлекательным, очень интересным для им. И мы такие. И весь библейский историй написан, в принципе, чтобы помочь человека сам себе познать. И, по-моему, это уже прекрасно, имеем жизневопыты, поскольку мы будем сам себе испытывать, поскольку мы будем сам себе анализировать, размышлять о нашем поведении, о нашем путь в жизни. Немного людей, конечно, это не хотят делать. А поскольку вот мы размышляем об этом, поскольку тогда мы начинаем понять, что, ну, да, это я. И, конечно, нам надо иметь такую скромность и смирение перед Богом. И чувствительность, о, Бог так сказал, тогда я не буду это делать. Когда Соломон очень легко это читал, в законе Божьем даже это писал, переписал, имел столько мудрости и сделал абсолютно наоборот. Он писал книгу Придж, писал Бог духовновлением, то есть Бог дал ему его дух и тех слов, которые Соломон писал, является только Слово Божье. Но и тоже Слово Соломона. И прекрасный мудрый скандал. Молодой человек, смотри, что ты не будешь с иностранцами, девочками, женщинами ходить, потому что это все закончится очень печально для тебя. Не люби серебра, золота, это нет, это не надо туда смотреть. Когда он сам фактически все это сделал. это похоже на то, что делай не то, что я делаю, а то, что я говорю. И Соломон является самым, наверное, главным примером об этом, что он сделал абсолютно наоборот то, что он сам проповедовал. Наоборот, наразрез с этим мудрством, которое Бог дал ему. Иногда в скептическом плане мы, наверное, думаем, да ладно, стоп, дальше я не буду с Богом, потому что поскольку я знаю о его пути, о его намерениях, его ставе, я хочу тогда нарушать его заповеди, тогда стоп, все, я буду остановиться здесь, я не хочу дальше ему познать. Это тоже нельзя, потому что это фактически уходить от Бога. Если мы как-то уходим с Богом смирением и скромны перед Богом, тогда нет, мы даже как Давид писал, что ой, я так люблю твой заповед, я хочу побольше, побольше узнать твой заповед и познать твой заповедник, потому что таком образом я буду жить и другом образом жизни я даже не смогу. Но я сказал, что все равно в царстве Соломона является какой-то прообразом в царстве Иисусы. Видите, в первом стихе. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И даже написано, что весь народ пришли к нему. Почему? Потому что они так хотели узнать о Боге. Они хотели побольше понять о Боге. И дальше в Вельком Завете мы читаем о как будет в царстве Божьем, когда Иисус придет. И похоже читаем, что людей из весь мира будут как-то к Иерусалиме, к Иисусе, и чтобы познать имя Господне, чтобы понять Бога. Здесь мы распространяем, поскольку мы сможем, знание о Боге, и очень мало людей интересует. А в Царстве Божьем написано, что народ будет сами ходить к Иисусе, чтобы познать. Например, Исайя, 2 глава, 2 стих. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена в углову гор, и возвысится над холмами, и потыкут к ней все народы, и пойдут многие народы, и скажут, придите, и взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путем, и будем ходить по стезям его, и от Сиона видят закон и Слова Господня из Иерусалима. Получается тогда, что когда Иисус придет, не все населения на этом планете будут сразу знать истину Божию, им придется как-то уходить к Иисусе. И как это механически получается исполняется, довольно сложно представить. Но есть вариант такой, что ладно, Иисус придет, допустим, если Иисус пришел бы сегодня, не все народы на этом земле познали Господа, они вообще не знают, они в темноте. А тех, которые знали Господа, которые умерли во Христе, это мой в том числе, у нас будет воскресенье, и суднедем, и потом написано, мы будем царствовать на земле. Если мы будем царей в этом царстве, над кем мы будем тогда царствовать? Я думаю, что мы будем царствовать над этими людьми, которые пока не знали ничего о Боге, об Иисусе. И в Откровении написано, что будет тысячелетие царствия. И наверное, в течение этого тысячелетия мы будем царствовать, помните тот притч Иисуса, что награда будет такой, что у одного человека будет 10 городов, у другого 5, 2 и так далее. Мы будем царствовать над тем, которые пока в этом жизни не имели никакой шанс познать Господа. Поэтому у них никакой ответственности к Богу из-за того, что они не знали ничего. Поэтому они не будут явиться на судном день. А мы, которые познали Господа, которые приняли крещение, которые остались во Христе, мы будем царствовать на этом земле. И над этими людьми, это тоже откроется вопрос у тех, которые умерли раньше, допустим, ну, Китай, скажем, без никакой познания Господа. Наверное, у них будет такое воскресенье и еще возможности, ну, первая, скажем, возможность познать Господа. Мы не знаем. Ну, точно, тех, которые пока живы во время предшествия Иисуса, которые не знали Господа, мы будем над ними царствовать. и этих людей будут ходить так, как мы читали там висая к Господу. Объясни, пожалуйста, убогие, они хотели бы познать имя Господне. А когда мы принимаем крещение, мы принимаем крещение во имя Господа. То есть мы в этом поколении сможем познать имя Господне. но у них тех, у кого не были такой возможности, которые даже не слышали, кто такой Господь. В тысячелетие мы будем над ними царствовать. Итак, все то, что мы читаем здесь, в Третьей книге Царств о Соломоне и его царство, это все как-то исполняется в Царстве Иисусе. Что людей из всех стран мира будут ходить в Иерусалиме так как мы читали и тот же Исаия 2 глава и тот же Михея 4 тоже написано чтобы познать Господа и мы будем им объяснить и Иисус сам будет им объяснить. Итак, то женщина допустим царица Савская пришла и дала Соломону очень много золота но это не столь важно для Соломона потому что у него было столько золота и несколько раз здесь мы прочитали что это даже не считался 27 стих стел царь серебра в Иерусалиме в равноценном с простыми камнями а кедры по их множеству стел в равноценном с сикаморами то есть как то золото и такой драгоценный камень как то потеряли свою значительность самое главное было познание о Боге и это опять является один из этих похожих моментов между царством Соломоном и то будущее царство Иисусом когда он придет то есть пока в этом мире где мы живем все крутится как мы знаем о деньгах золото и так далее это стол для нас важно это очень важно вообще для людей но когда Иисус придет это будет ни при чем это просто не будет не играл бы никакой роль самое главное будет познать Иисуса и познать Бога все эти людей пришли к Соломоне своими богатствами и Соломон ну ладно у него было столько уже это как-то золото как-то потеряло свои значения самое главное было знание Бога это то что они хотели и мы живем в этом жизни мы которые уже познали Господа это должен быть нашим подход что для нас не столь важно всякие богатства и серебра и золото самое главное познать Господа и так женщина пришла чтобы слушать мудрость Соломона и доволна вот она особо заметила что все слуги Соломона такие счастливы она сказала в 7 стихе и 8 я не верила словам доколе не пришла и не увидели глаза мои и вот мне и в половину не сказано мудрости и богатства у тебя больше нежели как я слышала блаженные люди твои и блаженные слуги твои которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою то есть она заметила что они как-то доволны счастливы и благословлен и это в принципе значение мудрости мы сможем видеть мудрость и значение мудрости поскольку это имеется свой эффект в жизни человека и факт того что его слуги были доволны не так как слуга вообще как-то разбита как-то живет уними день за день в свете а у Соломона его слуги как-то радовался счастлив из-за его мудрость и так мудрость это не просто так что ну ладно это правда поэтому мне надо это верить просто так это если это на самом деле истина от Бога это делается человек благословлен даже в этом жизни и иногда мы думаем а зачем волноваться чтобы правильно понять Библию и так далее ну почему потому что в практическом плане это имеется свой эффект свою значительность и тоже видите она сказала в этом стихе я не верила словам так коли не пришла сама и не увидели глаза мои и это так что людей ну слушают но слов есть слов и самое главное доказательство что истина есть истина что мудрость есть мудрость это когда мы видим тот результат тот эффект наследствие этого мудрости в практике в жизни другого человека поэтому наш образ жизни является самым убедительным для для вот ну самая убедительная реклама скажем да для истины в которой мы верим если мы только знаем на интеллектуальном уровне истину это ничего если мы видим радость и благословение у человека в практике тогда мы видим что ну да это откуда это из его мудрости которую тот человек имеет и тоже у нас есть какая-то картина как будет в царстве божьем и что слуги соломона это как и мои слуги слуги иисуса мы будем постоянно стоять и слушать его мудрость если мы вообще его мудрость его слов вообще не любим то зачем нам быть в царстве божьем если это для нас ни при чем то зачем быть в царстве божьем и так если мы хотим быть если для нас это очень привлекательно что ой как я хотелось бы садить около престола иисуса слушая его мудрости весь день весь ночи если это для нас привлекательно тогда это будет так для нас в царстве божьем если для нас это не очень тогда ну вообще зачем в царстве Божьем если для нас это не очень к сожалению Соломон так не держался потому что когда он умер Израил пришли к его сыну я читаю 12 главу 4 стих 3-4 послали за ним и призвали его тогда и Равуам и все собрания израилетян пришли и говорили Равуаму, это сын Соломона и сказали отец твой, это Соломон наложил на нас тяжкое иго ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас и тогда мы будем стучить к тебе значит что после этого Соломон начинал злоупотреблять своих людей то есть это все только в самом начале через время его слуги служанки и так далее начинали жаловать потому что он начинал быть как там написано очень жестокий с ним то есть тот мудрость который был у Соломона хотя наверное в теоретическом плане оставался у него практики нет он не держался и то что царица Савская видела это только в самом начале и вот это по-моему призыв для нас держаться Павло в этом очень много раз писал и посланники Евраима тоже особо что нам надо держаться держаться это не просто так что ой да я верую я как-то счастлив с Богом и с Иисусом слава Богу но надо держаться это не значит что из-за того что я в этом отношении с ним на данный момент что это будет всегда продолжаться поэтому такие привычки как ежедневного молитвы ежедневного чтения Библии такие привычки очень нужны самое главное такие хорошие привычки чтобы мы будем держаться иначе нет столько людей принимают крещения и потом уходят вот потому что они это не сделали такие привычки скажем духовные упражнения они так не сделаны и поэтому потерялись и так как у Соломона так этих людей пришли к Соломону и взяли с собой столько таких подарков золото драгоценными камнями и в разных драгоценных деревах 12 стихе и сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня значит когда мы получаем то что у нас есть это не для нас это не должен быть для нас нам должен это использовать для храма Господня и что значит храм сегодня у Бога нет такой физический дом и даже Бог сказал несколько раз в Библии что я не хочу жить в таком прекрасном дом строен руками человеком храм Господня как Павел писал Коринфянам является церковь Божия в смысле людей мы являемся храм Господний и тогда все то что мы получаем в жизни это не для нас это чтобы это использовать в храме но для храма Господня то есть высвежение другого человека в частности тех которые являются храмом Господня то есть верующих наши братья и сестер во Христе но видите Соломон использовал всякие богатства которые он получал и для храма Господня и для дома царского то есть его собственный дом он не все использовал так как надо он как-то сделал какое-то разделение ну ладно час для Бога час для себе и я думаю что из-за этого он начинал все вообще потираться и закончилась все труба для него потому что если так если мы думаем да ладно Бог есть а я буду ему только частичнее служить получается в самом конце что нет мы не будем совсем ему служить поэтому столько раз в Библии написано что нам придется служить ему всякими силами которые у нас есть весь сердце надо не только половину не только часть иначе мы не будем ему вообще служить итак опять я хотел насчет этих коней колесницы это абсолютно категорически запрещен для царя израильева согласно 2 законе 17 главу но он все-таки это сделал и откуда это начиналось я думаю давайте перечитаем 29 колесницы из Египта получаемо и доставляемо было за 600 циклов серебра а конь за 150 таким же образом они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям арамейским израиль находится чуть на севере от эгипта и дальше на севере есть этих и арамеи или сирии значит что соломон начинался просто торговаться потому что израиль находился между эгиптом или коней были и сирии арамейских это сирии в принципе и из-за его географические положения он начинал торговаться с этими конями а через время конечно он стал брать и для себе до таком степени у него было в конце концов тысяча и тысяча этих коней потом колесницы и так далее это похоже на человека который начинает торговаться с наркотиками считает да нет я сам не буду трогать и конечно закончится что он сам закончится так наркоман и это наверное очень драматический пример ну мы все такие мы все наверное думаем я могу как-то чуть заниматься с этим грехом с этим греховностами но это не будет лично ко мне касаться а через время поскольку мы это сделаем через время мы становимся такие же и опять мы это читаем как урок для нас мы конечно сами не умеем торговаться конями колесницами но получается получается что поскольку мы как-то трогаем поскольку мы начинаем заниматься с этими греховными вещами получается так что мы закончим сами этих использовать итак если у нас на самом деле сердце для Бога и суд христианства это о чем мы мыслим думаем это наше сердце это где наше мышление если мы так если мы так думаем о Боге если мы размышляем о Него сердце у нас не было никакое для заниматься с такими моментами когда людей предлагают нам согрешить если наше сердце с Господом это вообще для меня неинтересно сперва наверное ой да это страшное исключение ой я так хочу ой ладно я не буду ой мы как-то держимся держимся ой я хочу ой как я хочу это делать ой и рано или поздно мы будем попадаться потому что мы не такие силы и путь к успеху путь к победу против любого исключения или зависимость это внутри себе чтобы допустим тот алкогол тот бутылка тот наркотик тот ничего это это не для меня ну ладно ты мне предлагал я вообще не хочу это это даже мерзость уходи от меня и так это все более там психологически сразу когда у нас положение где вот это так привлекательно ой как так я хотел ой 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 ну тогда мы потеряемся тогда у нас просто такой железа внутри нету к сожалению а если потихонечку мы читаем слово Божье потихонечку Дух Божий начинается действовать в нас и Дух в принципе значит мышление это очень имеется много определения но в этом плане Дух Божий это мышление это психология в принципе если у нас есть тот новый психолог тогда всякие этих моментов как-то не значит для нас многим и поэтому почему я пытаюсь людей креститься потому что есть безусловно есть связи между крещением и дар Святого Духа и это дар Святого Духа я предлагаю это не обязательно значит говорить на языках чудеса творить и так далее это значит думать по-другому иметь другой Дух другое сердце другое мышление другое подход другое мирозвление иное психология и это то что самое главное нам нуждается и зачем Бог так категорически запретил царь Израильева имеет вот коней и колесниц почему это столь важный для Бога потому что у всех были такие коней и колесниц это немножко так как сказать нам сегодня иметь машина это нельзя а почему нет разве это грех и конечно Соломон то же самое думал бы а разве имеют коней и колесниц а что это грех что ли это нормально ничего плохого не имеется это лишь животное это лишь техника техника это разве грех почему во первых согласно то что написано в трое законе 17 который мы прочитали здесь тоже коней из Египта и Израил вышли оттуда и Бог сказал я не хочу чтобы вы даже вернули туда даже чтобы торговаться не надо вообще обратно туда хотя не чтобы жить а даже связаться с ними нельзя когда мы принимаем крещение это так как мы вышли из Египта сквозь море море открылось для нас на оба стороны воды так как крещение через воду и мы вышли оттуда и обратно туда нам не надо даже чтобы как-то заниматься с этим если мы это чувствуем что я вообще вышел из этого мирское суета то зачем туда вернется нет я не хочу так как Израил если они на самом деле с Богом они не хотели бы вернется туда кто хотел бы вообще туда вернется хоть чтобы торговаться нет никто не хотел бы если они на самом деле с Богом сердце и столько раз написано в Библии что ангелов Божи являются его небесни коней и колесниц во время Элисей когда Израил окружен своими врагами Элисей молился Богу и сказал открой в глазах моего слуга потому что он боится Бог открывал его глаза и он видел столько коней и колесниц возле Израиля то есть нам не надо такие человеческие коней и колесниц почему потому что у нас есть небесных коней и колесниц которые бегут скажем для нас за нашу помощь за наше спасение и несколько раз в Библии это повторяется что Господь является Господь Саваев который значит армия войска у него есть его войска в смысле ангелов которые действуют для нас и так нам не надо но зачем нам человеческие человеческие такие помощи если мы будем уповать на Господу и это всегда наша клон уповаться на человеческом силе уповаться на нашим человеческим силам почему для молодежи довольно сложнее я думаю уповать на Господу потому потому что в молодости у нас есть наш разум у нас человеческие силы хорошее здоровье и так далее это только когда стараемся когда мы понимаем что я не совсем здоровый я не совсем такой сил у меня человеческих сил уже меньше и когда мы начинаем оценить столько сил надо мы понимаем что я не могу я уже не смогу и куда деваться уповать на Господу и так сейчас будем делать преломление хлеба и я опять буду читать тот раз от Матфея 26 где написано и когда они ели Иисус взял хлеб и благословив преломил и раздавая ученикам сказал примите я детей сей из тела моей и взяв чашу и благодарив подал им и сказал пейте из нее все ибо сей есть кровь моя нового завета за многих изливаемая во оставление грехов сказываю же вам что от ныне не буду пить от плода сего винограда до того дня когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего значит то что мы сейчас делаем знаете мы будем повторить когда Иисус придет он с нами он здесь написано даже где двое или трое собрались вместе вот он посередине и тем более тем более когда Иисус придет мы будем визуалном плане его увидеть и кажется опять мы будем повторить то что мы сделаем трапез Господня опять будет конечно в более грандиозном плане не в скромности вот так как сегодня а в Иерусалиме по царству Божьему если мы крещенные во Христе и мы будем пребывать во Христе мы точно обязательно там будем поэтому то что мы сейчас делаем является опять какой-то прототипом то что мы будем делать в царстве Божьем давайте тогда помоемся за хлебом Отче спасибо тебе за тот хлеб где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса для нас на имя спасибо тебе Отче за то что ты предвидел наша духовная беда за то что ты предвидел наши страшные необходимости для тебе Отче прибудь с нами дай нам пожалуйста полное прощение очищение и пусть мы будем в полное участвовать в теле Христова и Отче пусть Он поскорее пришел бы чтобы опять мы будем это делать с Ним во имя Него Аминь отчет отчет отчет